Друзья, вы, наверное, иногда видели передачу, не помню, как она называется, но начальник компании становится простым работником, идет к себе в компанию, работает вместе, плечо о плечо с какими-то простыми работниками, смотрит, что надо изменить, что надо сделать лучше, чтобы компания более преуспевала. И в конце передачи этот начальник открывается и дарит подарки тем людям, с которыми он работал. Вы видели, наверное, да? Мне приходилось, может быть, один раз или несколько раз видеть эту передачу. Вот что-то подобное происходило, когда Иисус Христос пришел на землю. Когда Иисус Христос пришел на землю, люди точно не понимали, кто Он. Некоторые говорили, Он добр, другие говорили, нет, но обольщает народ. Кто-то говорили, оттуда не может ничего хорошего быть. Кто-то говорили, мы знаем его, мать его, братьев. И я хотел бы также один текст из Священного Писания прочитать. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 52 стих. «Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Вот именно этими словами когда-то фарисеи сказали своему «сослуживцу», в кавычках, Никодиму. И они говорят, с Галилеи пророк не может прийти. Иисус-то с Галилеи. И вообще разворачивается картина следующим образом. Когда Никодим попытался чуть-чуть защитить и сказать, надо человека сначала выслушать. Перед тем, как давать какие-то оценки, выслушайте его. Почему он это сказал? Потому что он сам с ним беседовал. Он выслушал Иисуса Христа, и Иисус Христос его выслушал. Это мы можем прочитать 3 глава Евангелия от Иоанна. И эти люди, которые были учителями, дают оценку Иисусу Христу. И говорят, из Галилеи пророк прийти не может. Хотя, почему они так думали? Потому что, когда Иисус Христос родился, где он родился? В Вифлееме. Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудинах, ибо из тебя произойдет вочь мой, который упасет народ мой Израиля. И это пророчество еще тогда знали, когда сказали царю Ироду мудрецы или книжники, когда они рассказывали об этом пророчестве. Но после этого было бегство. Бегство в Египет. И из Египта он возвращается со своими родителями в Галилею. Галилея – страна языческая, куда приходит свет, свет истины. И, конечно же, для людей, которые не понимали, не видели, для них пелена прошлого закрыла, и они не видели, что на самом деле Иисус Христос был родом из Вифлеема, а не из Галилеи. Поэтому оценка их была – из Галилеи может ли прийти пророк? Хотя их оценка была неправильная в корне, потому что, считая себя законоучителями, они не знали и не понимали, что и в Галилее, оказывается, тоже был пророк. Геффер – город, который находился где-то около пяти километров от Назарета. А Назарет, помните, когда из Назарета «Может ли быть что-нибудь хорошее?» – сказал когда-то Нафанавил. Почему? Люди не знали, не думали, что из Галилеи придет пророк. Недалеко от Назарета в Галилее когда-то жил пророк Иона. И этот пророк своей жизнью или даже частью своей жизни, часть его жизни стала пророчеством о том, как Иисус Христос умрет. Ибо как пророк Иона был в очреве Кита три дня и три ночи, так должно быть Сыну Человеческому в очреве Земли три дня и три ночи. Это было пророчество, которое прожил Иона, но которое потом в своей жизни Иисус Христос показал. Итак, учителя, которые пытались научить других, учили неправильно, потому что сами не знали, что на самом деле из Галилеи приходил пророк. Очень важный пророк, пророк, которого они верили. Итак, Иисус Христос, они не знали, кто Он. Они не знали, откуда Он. Хотя говорили, мы знаем Его откуда, а когда придет Мессия, тогда, когда придет Христос, то никто не будет знать, откуда Он. Но на самом деле их знание, это было не то знание, которое им открыло и показало Иисуса Христа. И знание, это ограниченное знание. Народ отвечал Ему, мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно быть вознесено Сыну Человеческому? Это Евангелие от Иоанна, 12 глава, 34 стих. Беседа Иисуса Христа с иудеями. Они говорят, что Христос пребывает вовек. Это очень важные слова. Почему? Откуда они это взяли? Когда-то Давид пророчествовал в 109-м псалме, 4 стихом. Клялся Господь и не раскается. Ты, священник, вовек по чину Мелхисадека. Также другие места из священного писания, которые говорят о том, что Иисус Христос является пророком или царем. Книга пророка Даниила, 7 глава, 14 стих. Владычество его, владычество вечное. Помните, также Исаия говорил, Бог крепкий, Отец вечности. Пророчество об Иисусе в 9 главе. Поэтому они понимали, что Христос пребывает вовек. Но они не понимали, когда смотрели на Иисуса, они думали, этого человека мы знаем очень хорошо. Когда Иисус стоял перед Пилатом, он говорит Пилату, царство мое не от мира сего. Очень важные слова, некоторые люди говорят, Христос воцарился в 1914 году. Нет, он был царем, когда стоял перед Пилатом. Он говорит, царство мое не от мира село. Царство мое не отсюда. Мои служители бы подвязались за меня. Друзья, Иисус Христос является царем. Он был царем и он остается царем. А то царство, которое здесь, когда люди все примут и осознают и склонятся перед ним, как перед царем, то царство будет царем не только тем. Иисус Христос будет не только небесным царем, но царем над всей землей. И это тысячелетнее царство. Друзья, изучайте Писание, чтобы никто не обманул вас. Знайте Писание, любите Писание. Благослови вас Господь. Аминь.